Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодняшняя наша тема практического занятия по предмету экономическая математика Элементы математической статистики В плане у нас статистические характеристики Будем как находить средний, размах, мода и медиана Итак, переходим на урок Статистика – это наука о систематизации анализе данных Поначалу мы будем заниматься описательной статистикой Это значит, что мы будем пытаться анализировать данные, не имея на руках полный набор данных Описывать их меньшим количеством чисел Индуктивная статистика Где мы будем делать выводы, статистические выводы о неких свойствах наших данных Пусть мы имеем следующие исходные данные Например, мы измерили высоты растений в нашем огороде И получили следующие числа 4 см, 3 см, 1 см, 6 см, 1 см и 7 см Надо найти одно число, которое что-то говорит обо всех этих числах Как это сделать? Может выбрать некий самый типичный показатель? Некое среднее значение роста этих растений? Или сказать, самый распространенный размер или некое центральное число для данного набора чисел? Среднее значение Можно найти разными методами Либо выбрать самые типичные значения Либо некое центральное В общем, определить некую меру центральной тенденции И одна мер из центральной тенденции У нас среднее арифметическое Это его имеет в виду, когда говорят, например, средний балл на экзамене Или средний рост Среднее арифметическое Это сумма всех чисел, деленная на их количество То есть, это некий искусственно придуманный показатель В нашем примере Вычисляем среднее арифметическое Получается у нас Если сложить все числа в нашем наборе И делить на 6 Получается 22 делим на 6 Получается 3 целых 4 в остатке 4 шестых То есть, 3 целых 2 третьих Даже можно писать 3 и в периоде 6 Как мы сказали Среднее арифметическое Это искусственно придуманный показатель Но он не единственный Следующая мера из центральной тенденции Это медиана Это буквально такое центральное число Если упорядочить все числа в наборе И взять то, что находится в середине Это и будет медианой Давайте проранжируем наш ряд То есть, напишем в порядке возрастания 1 1 1 Дальше идет 3 4 6 7 Поскольку в нашем наборе Четное количество чисел То единого центрального числа здесь нет Здесь их 2 Тройка и четверка И если центральных чисел 2 То в качестве медианы берется Среднее значение этих чисел То есть, среднеарифметические чисел 3 и 4 Получается 3,5 Значит, если элементов четное количество То медианой будет среднеарифметическое Между двумя центральными числами Если элементов нечетного количества То медиана будет самой центральной из них Посмотрим еще один пример 0 7 50 10 тысяч И давайте миллион Вот у нас в наборе 5 чисел Значит, нечетное количество чисел Самые центральные, самые средние из них 50 Значит, 50 является медианой для данного ряда 2 спереди, 2 сзади получается у нас Медиана является 50 является медианой для данного ряда Переходим на следующую меру центральной тенденции Это мода Мода – это число, которое чаще встречается в наборе, чем другие Если все числа в наборе встречаются одинаково количество раз У такого набора мода не бывает В нашем примере, какое число чаще встречается? Давайте посмотрим Для данного набора 4 встречается один раз 3 встречается один раз Вот единица встречается два раза 6 встречается один раз И 7 встречается один раз В нашем примере число, которое чаще попадается Это единица Значит, мода – самое распространенное, самое частое число Мы с вами посмотрели, как найти среднее Знаю арифметическую медиану И как найти моду данного ряда Эти три разных способа описывают центральную тенденцию И все они описывают наш набор данных по-разному Спасибо за внимание